Авария на Соликамском руднике В ноябре 2014 года на втором Соликамском руднике значительно возросли объемы поступления рассолов. За несколько дней после сообщения об аварии стоимость акций владельца рудника «Уралкалия» снизилась на 30%. Возникла угроза затопления первых двух соликамских рудников, в том числе единственного руда управления «Уралкалия», на котором добывается корнолит, поставляемый для корпорации ВСМП «УАВИСМА». Образовавшийся провал в Соликамске стал пятым по счету на Верхнекамском месторождении колейных солей. Положительным моментом для ликвидации аварии является то, что воронка стала заполняться водой спустя всего несколько дней после провала и подземные воды имеют преграду на пути в шахту. История строительства рудника В 1965 году был подготовлен проект разработки южной части Соликамского участка. Первоначально планировалась работа южной шахты в составе первого рудника, в связи с чем шахтные стволы имеют сквозную нумерацию. В 1970 году началась проходка к литьевого ствола номер 3, затем скипового и вентиляционного ствола номер 4. Колейные комбайны были переведены на южный участок по специальной сбойке. После запуска в 1973 году флотационной фабрики по обогащению сельвенитовой руды южный участок стал самостоятельным предприятием «Скру-2». Шахтное поле рудника делилось на два крыла, каждая из которых имела свой откаточный горизонт «Восточная и Западная». Для увеличения добычи в 1988 году началась проходка груза людского ствола номер 5. Его строительство было завершено только в 2009 году. В 1989 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс гидрозакладки мощностью 1 миллион тонн солиотходов на западном крыле шахтного поля. В 1993 году второй пусковой комплекс мощностью 1,5 миллиона тонн на восточном крыле шахтного поля. При этом производственная мощность рудника составляет 7,6 миллиона тонн сельвенитовой руды в год. Содержание ксел в руде – 25,9%. Площадь шахтного поля по границам горного отвода составляет 5038 гектаров. Протяженность в меридиональном направлении – 8,6 километра, в широтном – 7 километров. Отделение грануляции в 1987 году на сельвенитовой обогатительной фабрике «Скру-2» было введено в эксплуатацию отделение грануляции. Продажи неуклонно росли и к 1998-1999 году отделение грануляции вышло на максимально возможную годовую производительность от 420 до 440 тонн. В 2005 году пятая технологическая нитка по производству гранулированного калия была реконструирована, что увеличило мощности по выпуску гранулята до 900 тысяч тонн в год. В 2007-2008 годах была реконструирована шестая нитка и мощность отделения грануляции достигла 1150 тысяч тонн в год. В 2012 году приступили к реконструкции четвертой нитки. То, что в Соликамске производство гранулированного хлористого калия оказалось сосредоточено на «Скру-2» до аварии считалось экономически оправданным. Изначально спроектированная инфраструктура позволяла вводить новые нитки грануляций и реконструировать старые при минимальных затратах. К проектированию отделения грануляций мощностью 2,3 миллиона тонн на третьем Соликамском руднике приступили только в сентябре 2014 года, когда в зоне аварийного обрушения начали фиксировать новые явления обрушения целиков 59-59 528 градусов северной широты 56-81 056 градусов восточной долготы 59-59 528 56-81 056. 5 января 1995 года на втором Соликамском руднике произошло массовое разрушение междукамерных целиков, сопровождавшееся техногенным землетрясением. На площади 950 умножить на 750 метров были раздавлены подъерживающие целики, а на земной поверхности на такой же площади образовалась мольда оседания глубиной 4,4 метра. Расчеты показывали, что водозащитная толща треснула, под землю ушло озеро и окрестные родники ожидали затопления рудника. Но с 1997 года на этом участке все было стабильно. По мнению бывшего инженера Сильвинито Игоря Челышева, причиной аварии на БКП РУ-1 и СКРУ-2 является отсутствие в советское время своевременной. Закладки с илиотходами пустот отработанных камер в соответствии с требованиями проектов рудников. По проекту отработанные камеры в месте обрушения должны были быть заложены до 1993 года, что сделано не было. После этой аварии на Верхнекамском месторождении стала широко применяться гидрозакладка, обеспечивающая более высокую степень заполнения добычных камер. В 1997 году была выполнена гидрозакладка камер, смежных с обрушенным участком. В 2005 году Сильвинид отчитался, что все выработки под городской чертой Соликамска заложены. Ко времени протечки на СКРУ-2 было заложено 70% пустот. Летом 2014 года велась подготовка к гидрозакладке 7 и 8 ЮЗП. В дополнение к первой 40-метровой бетонной перемычке в сбойке между рудниками была забетонирована вторая перемычка толщиной 60 метров. Поступление рассолов. В сентябре 2014 года на участке обрушения целиков начали фиксировать некоторые явления, которые оказались последствием того, что вода проникла в рудник. По данным источников коммерсанта, приток рассолы начался еще в конце октября-начале ноября. Он был обнаружен в 250 метрах от места обрушения. 18 ноября 2014 года Урал-Калей сообщила об увеличении притока рассолов в шахту рудника рудоуправления Соликамск-2. Рассолы поступали со двумя ой. В северо-восточной панели в участковую насосную «Восток», расположенную на Авио и СВП, произошло затопление части насосов. В 13 часов 50 минут МСК был введен план ликвидации аварии, включающий вывод штатного персонала. 122 человека на поверхности при остановке добычи руды в аварийном руднике. Для предотвращения взрыва сероводорода, поступающего с рассолом, на руднике было отключено энергоснабжение. Пиковый приток рассола составлял «М» в кубе «Ч». К 20 ноября приток рассола уменьшился в 6 раз до 1000 «М» в кубе «Ч». Сотрудники рудника были отправлены в отпуск с сохранением 2 третьих от заработной платы. 21 ноября уровень воды в специальном рассола сборники за сутки поднялся на 15 сантиметров. До этого суточное увеличение составляло 1,5 – 1,7 метра. В результате выполняемых проб было определено, что в рудник поступает пресная вода, в связи с тем, что гидронаблюдательные скважины оказались в опасной близости к провалу. Для определения источника воды началось бурение новых наблюдательных скважин. По состоянию на 23 ноября рассол в шахту почти не поступает. По мнению специалистов, в шахту прорвались массы воды, которые годами накапливались под глинистыми слоями. По словам Александра Баряха, СКРУ-2 сейчас работает в аварийном режиме, по спецразрешению специалисты спускаются в шахту. При этом работников сопровождают сотрудники ВГСЧ. 24 ноября генеральный директор Уралкалия Дмитрий Осипов заявил, что компания готова запустить в работу западную часть шахты и что обсуждается возможность приступить к закладке потенциально опасных районов. К этому времени из рудника было выкачено 5000 кубических метров воды. За 26 ноября из шахты было откачено 5,6 тысячи кубических метров воды. Одновременно с откачкой воды продолжался частичный демонтаж оборудования. В начале декабря поступление рассолов сократилось до 620 кубических метров. По словам Геннадия Тушнолобова, минерализация нормальная. 9 декабря глава Ростехнадзора Алексей Алешин заявил, что поступивший объем рассолов откачать невозможно. Для предотвращения затопления около ствольного пространства ведется перекачка рассолов от места притока в восточной части шахтного поля выработки. В его западную часть с этой же целью проводятся работы по созданию рассола отводящей выработки. Возможность использовать рассолы для гидрозакладки не озвучивалась. В период с 11 декабря 2014 года по 21 января 2015 года средний уровень притока составил около 200 кубических метров. Ч. С 22 января 2015 года по 6 февраля 2015 года средний уровень притока существенно увеличился и составил около 820 кубических метров. Ч. Провал. Вечером 18 ноября, в день когда был введен план ликвидации аварии, в 3,5 км восточнее промплощадки Соликамск двумя сотрудниками рудника был обнаружен провал грунта размером 20 на 30 метров. Провал расположен в дачном поселке Ключики над старыми выработками Скру-2 за пределами городской застройки. На расстоянии нескольких километров от ближайших жилых домов под землю провалились три дома. Обрушение произошло на глубине 140 метров, в размытом грунтовыми водами соляном пласте. Утром 19 ноября в Соликамске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Были определены дальнейшие мероприятия по установлению причин произошедшего. Место провала в радиусе 600 метров от его центра было оцеплено частными охранными предприятиями. Был организован мониторинг состояния воздушной среды и гидромониторинг. Принято решение 20 ноября провести фото-видеосъемку с воздуха и установить сейсмодатчики. К 21 ноября размеры воронки за счет осыпания верхнего грунта увеличились до 35 умножить на 45 метров. 24 ноября размер воронки составлял 50 умножить на 60 метров. К 28 ноября специалистами из Горного института были установлены сейсмодатчики. Их работу осложняет отсутствие поблизости от провала источников электроэнергии. Началась установка ограждения. 2 декабря размеры воронки достигли 50 умножить на 80 метров. В коренных породах 25 умножить на 54 метра. К 19 января размеры достигли 54 на 83 метра. В марте 2015 года 90 умножить на 109 метров. Глубина – 75 метров. Место провала в Соликамске и двух первых провалов в Березняках было спрогнозировано заранее. Особенностями провала в Соликамске в отличие от провала в Березняках является то, что было время выполнить гидрозакладку в месте предполагаемого прорыва. Также в Соликамском провале обрушение произошло в течение нескольких дней. После того приток Рассола превысил 1000 м в кубе, че в Березняках обрушение произошло на первом провале через 4 месяца. На втором – через 9 месяцев. Ликвидация аварии. Первоначально вероятность потери СКРУ-2 считалась стопроцентной. Также высокой называлась опасность того, что перемычка между СКРУ-1 и СКРУ-2 не выдержит и уралкалий лишится обоих рудников. Но после кратного снижения притока появилась возможность не только сохранить СКРУ-1, но и частично вернуть в строй подтопленный СКРУ-2. Для этого ликвидаторы ищут источники протечек, после чего с помощью одних скважин возможна частичная заморозка грунта, с помощью других – частичный отвод грунтовых вод. Возобновление подземных работ позволит организовать закладку проблемного участка и установку дополнительных датчиков для последующего мониторинга. Ситуации также рассматривается возможность закладки пустот под железной дорогой. Над шахтным полем проходит 5-километровый участок железнодорожной линии Соликамск-Чашкино. На руднике предполагается выделить три зоны. Зона обрушения, зона возможного распространения и безопасная зона, где могут находиться люди. К 10 декабря были начаты работы по добыче породы для закладки пустоты предварительной работы по тампонажу каналов поступления рассолов в рудник. В конце марта объем закладки составил 900 тысяч тонн смеси. В январе 2015 года проводилось бурение инъекционных скважин по периметру провала с последующей их цементацией для предотвращения дальнейшего его распространения. Демонтаж оборудования подготовительной работы по демонтажу оборудования начались в первые дни после образования провала. В частности было принято решение о перегоне части добывающих комбайнов к стволу шахты. К февралю 2015 года были демонтированы и подняты на поверхность три комбайновых комплекса «Урал». Защита первого рудника. По состоянию на декабрь 2014 года ситуация в аварийном руднике не представляла опасности для «Скру-1». Велась разработка технических решений, как со стороны первого рудника, так и со стороны аварийного по защите сбойки между рудниками. В частности предполагается создание дополнительной перемычки со стороны «Скру-1», замораживание породы и ее укрепление защитным слоем. Начало работ запланировано на середину декабря. В зоне перемычки со стороны второго рудника ситуация спокойная, есть возможность проведения необходимых работ, сходные ситуации на других рудниках. Аналогичная ситуация была в 2011 году на втором руднике «Беларусь-Калия». 24 июня в 2 часа 45 минут на руднике второго руда управления ООО «Беларусь-Калия» при ведении горных работ по проходке разведочной выработки юго-западного направления горизонта минус 445 метров были вскрыты брекчированной породой в почве выработки. Тогда в шахту стали поступать воды подземного озера, расположенного под деревней Кривичи. Первоначально приток составлял 40 кубических метров ч. К 24 августа приток рассолов уменьшился до уровня 10-13 кубических метров ч. При этом химический состав рассола и его плотность оставались стабильны. Для ликвидации аварии были возведены гидроизоляционные перемычки, пробурены наблюдательные и тампанирующие скважины. В 2013 году было предотвращено затопление на руднике Дехконобадского завода. Последствия. Скру-2 являлся третьим по мощности и обеспечивал 17,7% от совокупных мощностей уралкалия и 20% от объема производства запланированного на 2014 год. Максимальный объем выпуска продукции Скру-2 составляет около 2,3 миллиона тонн в год. Рудник практически выработан. По информации властей Пермского края, судьба Соликамского рудника определится за несколько дней. После аварии около 600 человек было отправлено в вынужденный отпуск с сохранением 2,3 от заработной платы. Примерно столько же сотрудников было переведено на другие рудники. Просматривается возможность задействовать обогатительную фабрику на аварийном рудоуправлении для переработки руды с других шахт. Фабрика Скру-2 является единственной в Соликамске, где работало отделение грануляций. Шахтное поле рудника Соликамск-2 граничит с полем рудника Соликамск-1. Поле разделены целиком, ширина которого рассчитана на подобную ситуацию. Но из-за сбойки между двумя рудниками существует отложенная на от 5 до 15 лет опасность затопления первого Соликамского рудника, частично расположенного под городом Соликамска и обеспечивающего корнолитом производство ВСМП «Оависма». Для спасения первого рудника рассматриваются различные варианты укрепления бетонных перемычек, закрывающих сбойку. Риск протечки возможен в случае интенсивного поступления ненасыщенного рассола и оценивается не более чем 10%. В марте 2015 года Совет директоров «Уралкалия» одобрил новую инвест-программу компании – 4,5 миллиарда долларов США до 2020 года. В том числе 3,114 миллиарда долларов США будет направлено на расширение мощности, из них 723 миллиона долларов США, на строительство нового рудника взамен затопленного. Также было одобрено проведение обратного выкупа акций на сумму до 1,5 миллиарда долларов США. 15 июня на годовом собрании акционеров было принято решение отказаться от выплаты дивидендов за 2014 год. Альтернативой выплаты дивидендов стала программа обратного выкупа акций «Уралкалия». Было выкуплено у акционеров 11,16% ценных бумаг за 1,05 миллиарда долларов США. Владельцем выкупленных голосующих акций стала «Интерпросервисис», дочерняя компания «Уралкалия». Источники